Новости на канале Россия продолжают вести Магнитогорск в студии Ольга Беличенко. Здравствуйте. Снега этой зимой выпало в два с половиной раза больше нормы. Это при том, что в городе дефицит уборочной техники. Чтобы избежать в будущие зимы повторения нынешней ситуации, городские власти предлагают закупить дополнительно около 30 единиц техники. Нам необходимо дополнительно приобрести 5 автогридеров, 10 комбинированных дорожных машин, 3 автономных роторных механизма, снегочистителя и 11 тракторных щеток. На приобретение перечисленной техники нам понадобится 115 миллионов рублей. Что касается снега на крышах, то убирать его обязанность коммунальных предприятий города. Деятельность одного из последних уже стала объектом прокурорской проверки, когда от обрушившегося льда пострадал подросток. На металлургическом комбинате завершен капитальный ремонт доменной печи номер 9. Некогда самую большую печь в Европе модернизировали в рекордно короткие сроки – 37 дней. Напомним, домна была остановлена в конце прошлого года в связи с техническим перевооружением литейных дворов. За свою более чем полувековую историю 9-я доменная печь выплавила около 80 миллионов тонн чугуна. К 2025 году все учащиеся школ смогут учиться в первую смену. Правительство Челябинской области приняло государственную программу содействия созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях на ближайшие 10 лет. Объем финансирования составит более 7,5 миллиардов рублей. Планируется создать почти 20 тысяч новых мест в школах Челябинской области. Проблема перегруженности школ и большого количества учащихся во вторую смену наиболее остро стоит в Магнитогорске, Челябинске, Копейске и Миасе. Бороться с последствиями обильных снегопадов житель Магнитогорска решил оригинальным способом. Мужчина не стал уповать на коммунальные службы, а взял и изобрел вездеход, причем на базе «Жигулей» шестой модели. Над его созданием Павел Шаврин трудился около полугода. Инженер по образованию при создании этого чуда-гибрида не использовал ни одного чертежа. Процентов на 60 из вазовских узлов. То есть все полностью вазовское. Кроме, конечно, заднего моста. Мост пришлось мне сделать вазовский. Поставил дисковые тормоза современные. Цель в любую погоду добраться до заветных шести соток. Присмотреть за участками, накормить питомцев, коз и кроликов. Зимой на вездеходе он вывозит сено из соседних полей, а весной и летом на рыбалке будет бороздить Урал. Агрегат обошелся изобретателю в 100 с небольшим тысяч рублей. Павел признается, к машине душой прикипел и не продаст ее ни за какие деньги. Сегодня и завтра в Магнитогорске пройдут матчи 14-го тура чемпионата России по волейболу высшей лиги зоны Урала. Магнитка Университет примет на своей площадке соперника из Стерлитамака – команду «Спорт Академия», которая возглавляет турнирную таблицу. Магнитогорцы сейчас занимают третье место. Эти две игры станут заключительными для команды Магнитка Университет на групповом этапе. Далее магнитогорских волейболистов ждет финал. Начало матча сегодня 18-0-0 во дворце спорта МГТУ. Таковы события к этому часу. Удачного дня и всего хорошего. Сегодня днем в Фершенпенуазе минус 5-7 градусов. В Кизильском районе 3-5 градусов мороза. А Верхнеуральский до 8-ми ниже нуля. И в Магнитогорске облачно без осадков. Днем минус 4-6 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова